Тихо, 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 не кричи, не кричи, сейчас все будет хорошо. На этих кадрах, снятых очевидцами, запечатлено спасение ребенка. Он упал в пруд в парке Гагарина. Мать и бабушка пытались спасти малыша, но сами начали тонуть. Услышав крики прямо в одежде, первым в воду бросился мужчина – Марат. Героев нужно знать в лицо, но Марата мы показать не можем. Он сотрудник спецподразделения ОМОНа. В органах уже 16 лет. Сегодня спасатель получил престижную премию благородства. Сам себя героем не считает, говорит, поступил, как подобает мужчине. С детства учили родителей всегда приходить на помощь. Я тоже с семьей гулял, ребенка сразу отдал жене, побежал. Когда мужа, девочку, взаимно-женщину достали, я посмотрел по сторонам. Взрослые люди, мужчины стояли, смотрели, улыбались. Я считаю, это неправильно. Мужчина всегда должен приходить на помощь. О подвиге скромного бойца узнали на службе. Очень важно для меня, что люди в погонах, которые проходят службу в наших подразделениях, кроме каких-то служебных подвигов, служебных положительных моментов, они еще способны на общечеловеческие поступки, которые ограничат с подвигом. Все лауреаты акции благородства – люди, которые успели себя проявить в добрых начинаниях. О неравнодушных самарцах акция рассказывает вот уже 22 года. Это первый такой социально значимый проект не только в Самаре, но и в стране. Люди, которые совершают эти поступки, они все очень разные. И в этом, наверное, ценность нашей акции. Что лауреатами акции становятся, как молодые ребята, у нас возраст в этом году от 10 лет до 95. И мы говорим, что у благородного поступка нет возраста. В этом году со всей области поступило около 200 заявок. Отобрали лишь восьмую часть. Победителей выбрали в 10 номинациях. Среди них – меценаты, волонтеры, ветераны и другие. Мария Левина, Николай Сидоров. События.